мир вам рабочий метод мы в своей студии и это не зря почему потому что мы хотим рассказать эволюцию нашего роста малярки начиная с наших первых роликов где мы просто шпателем вводим по стене то есть шпатель на шпателе почти не и думаем что мы такие молодцы такие грамотные маляры и даже не называя себя малярами а просто отделочники такие грамотные делаем все готовим под обои красиво все ровненько накидывая шпателем и многие таки работают до сих пор и правильно делают как это но немножко поработая и попав на отделку немножко другого уровня так сказать мы поняли что мы с этим шпателем на шпатель никуда далеко не уйдем делаем всевозможные приспособления используя штанги от лазерного уровня и просто таская его на руке везде но пока вот так но будем расти обещаем и начали немножко интересоваться и уже развиваться именно в профессии маляр то есть уже отделили себя от универсалов как тихими себя считали и начали за не интересоваться маляркой потому что начали попадать то есть покрасив стену как мы раньше это делали мы поняли что это просто никуда не годится и что мы ничего не умеем стали изучать стали интересоваться стали заниматься и уже начали накатывать валиком это у нас был уже второй этап можно сказать когда мы начали нам накатывать валиком когда взяли вот эти шпателя начали по стене водить стены выравнивать уже взяли первый свой жираф им начали уже с ним начали разбираться то есть материалы пошли интересные новые материалы которым раньше не то что не работали но даже бы мы даже не могли бы предложить его заказчику то есть бабушки я уж образно говорю ли там ребятам которые взяли квартиру ипотеку как говорится мы даже бы предлагать его не стали этот материал потому что работа до разбанк или заменитель его и какой-нибудь какая-нибудь финишка тоже гипсовые все и следующий наш этап это был уже без воздушки когда мы уже поняли то что валик да это хорошо но надо расти и есть много интересного кажется дальше в малярке этого безвоздушное нанесение и это в этом тоже начали развиваться то есть и сразу хочу сказать ребятам которые очень часто нас спрашивают на которые тоже в начале пути какой аппарат взять и так далее и просто на улице встречаешь ли разговариваешь звонит нам очень много глазах у них вот сейчас они возьмут аппарат и все у них дело сдвинется ребята сразу говорю взять аппарат это всего лишь 10 процентов потому что еще много и много надо трудиться чтобы этот аппарат под себя настроить сколько мы то взяли аппарат допустим ну к примеру он 30 тыс стоил но потом еще мы 1000 на 40 всяк всего всякой всячины к нему прикупали чтобы только его поднастроить нормально и вообще приноровиться и когда мы покрасили нормально покрасили первую стену именно безвоздушным методом мы сказали да это не так просто и много надо еще трудиться и развиваться сейчас конечно уже лучше с этим делом не хочу сказать что мы стали какими-то профессионалами нет мы будем дальше развиваться как мы это и делаем стараться по крайней мере также делах шпаклевочных нанесение шпаклевки тоже не будем останавливаться сейчас мы берем хотим взять шпаклевочник дальше тоже шнеков подумаем подумываем с базой чтобы более ближе познакомиться как говорится то есть работать работать и работать как говорил один человек также хочу сразу сказать ребятам начинающим ребятам очень часто потому что говорят тебе которые горящими глазами много говорят о деньгах много говорят механизации и прочим но очень мало говорят о том что надо работать и работать очень много с утра до вечера ежедневно каждую неделю четко работать пыль грязь влажность и тому подобное почему-то об этом очень мало говорят все это основное через это проходишь прежде чем начать действительно финишировать потому что что такое финиш вообще финиш это есть показатель того что ты вообще стоишь в своей профессии конкретно в отделке конкретно в малярке особенно в них не в ней что ты вообще стоишь как ты финишируешь можешь ли ты финишировать сколько у финиши вообще то есть каждый в голове это сам как ты это закончил и вот это уже характеризует кто то есть вообще в нашем деле но так всем привет ребята хочу попрощаться и хочу всем своим друзьям знакомым коллегам которыми познакомились передать большой привет очень рады всегда вашим комментариям сейчас кстати раньше было очень много таких но не очень хороший комментарий не по делу сейчас прямо чувствуется что вот сложился какой-то костяк на канале чего мы и хотели общение всем привет в общем очень рады ждем комментариев также хотим узнать как выросли вообще в этом деле и вообще ваше мнение вообще развитие малярного дела всем привет увидимся вот это вот должно быть